С мистером Бетездой последнее время как-то совсем не слава богу, вот Fallout 76 уже отгремел, о котором все мы делали и смотрели огромное количество видосов, глумились над ним, смеялись, но в душе плакали, потому что опасались, что дальше будет хуже, а теперь вот они выпускают мобильную дрочильню, которая Blades называется, и судя по расценкам, и тому, что дропается из лутбоксов в этой игре, в принципе, да, дальше может быть еще хуже, но так как это мобильный гейминг, всем на него насрать, никто особо не обратил внимания. Но есть хорошая сторона у этой монеты, с последнего Е3 2018 года все еще абсолютно точно жив хайп по объявленным на этом самом Е3 другим тайтлам, сингловым, которых люди уже как раз таки ждут и даже просят, это Starfield, абсолютно новая оригинальная франшиза, видимо, от Bethesda нам готовится, и сразу за ней, естественно, гвоздь программы Zelda Scrolls 6. Чего-то конкретного по этим проектам известно, что ничего не известно, потому что новостей какой-то конкретики прям нормальной про Zelda Scrolls 6 ждать еще как минимум года 3, я думаю, да, Е3 там 2000, 2021, наверное, это только самое начало будет, потом еще 2 года будут хайп нагонять, скорее всего. А про Starfield, ну, сам тот сказал, вот на Паксисте как раз, что нет, в этом Е3 2019 года инфы не будет. Да, кстати, о Паксисте они кое-что все-таки показали, это вряд ли рассчитывалось как такой промо-материал для 6 теста, а может быть и рассчитывался, но тем не менее, кое-что интересное нам показали. Если вы не знаете, о чем речь, то на своей панели на Паксисте 2019 Bethesda показала видео, приуроченное к 25-летию франшизы Zelda Scrolls. Там разработчики очень эмоционально, душевно поясняют за свою историю работы в компании, за историю франшизы, делятся впечатлениями про то, как все это дело строилось, как фанат на это реагировали, как там они внезапно дикий успех на Моровинде сыскали и прочее, прочее, прочее. Это все, конечно, очень мило и здорово, но самая интересная часть этого видео это его концовка, где разработчики поясняют за то, какие технологии они готовят для нас в будущем. Я боюсь, что если я сейчас начну своими словами объяснять, что там происходит, то придет Стаса как просто и трахнет меня в задницу, поэтому давайте мы этого делать не будем, давайте мы лучше посмотрим вырезку прямо из этого видео с субтитрами и на основании вот этой вырезки уже будем делать какие-то выводы. Мы используем фотограмметрию, чтобы сканить все эти реальные ассеты и пустить нашу будущую технику для игры в уровнях, которые мы не сделали раньше. С удовольствием фанатам, мы даже иммортируем Skyrim-grandma, используя эту технологию. Это очень важно для меня, потому что я бы очень рада, чтобы понять, что кто-то играл с моим персонажем в будущем игре в будущем Элдерс Кроллз. Интересная инфа получается, конечно, вряд ли они рассчитывали это как промо к игре, которая выйдет еще как минимум года через 4, но тем не менее, что обсудить здесь есть. Давайте пойдем по порядку. Ну, во-первых, конечно, гвоздь программы, на котором они сами сосредотачивали внимание, это технология оцифровки физических объектов в 3D-модели. Фотограмметрия, по-моему, я правильно это произнес, пожалуйста, не убивайте меня, если я произнес это неправильно. Сам принцип уже далеко не новый, им пользовались и в других играх, например, вот в Metal Gear 5, по-моему, он есть, работает очень просто, берется какой-то объект физический в мире, например, гора, фотографируется со всех возможных ракурсов для того, чтобы получить как можно большее количество информации, и потом на основе вот этой вот информации по фотографиям, соответственно, оцифровывается в 3D-модель. Если технология не новая, то что в ней тогда особенного такого в этот раз? Ну, конкретно для Elder Scrolls'а эта технология может услужить очень хорошую такую службу, потому что, как вы знаете, если вы хотя бы в одну эту игру играли, а вы, скорее всего, играли, учитывая то, сколько итераций скорее мы нам уже продали, вы смотрите на горы довольно часто и на пейзажики в принципе, потому что, ну, это то, про что эти игры всегда были и всегда будут, скорее всего. Так что, да, чем реалистичнее и чем круче эти горы, на которые вы смотрите 90% своего игрового времени будут выглядеть, тем лучше. Технология уже продемонстрировала себя достойно с лучшей стороны в том же Metal Gear, например, и других проектах. Интересно, как она будет выглядеть через 3-4 года, насколько лучше вещи станут. Может быть, действительно, фотореализм — это будущее. Конечно, я сейчас не хочу вступать в полемику по поводу того, что вот этот фотореализм против стилистики. Я всегда, навсегда останусь во втором лагере, но, хай, раз уж мы идем в таком направлении, раз уж они взялись, давайте хотя бы делать это хорошо. Ну, вот, пожалуйста, смотрим на скриншот. Слева мы видим фотографии, многочисленные для референса, а справа мы видим, соответственно, 3D-модель, еще не полностью там оттекстуризированную, но, тем не менее, уже выглядящую отменно. И, что самое интересное, распространяется все это дело не только на статичные объекты, но еще и на вполне себе человеческие модельки, потому что даже скайримовскую бабулю они тоже оцифровали. Хороший вопрос, я поясню. На своих экранах вы можете видеть Ширли Карри, это известная бабуля летсплеер, который там, по-моему, лет 85 или типа того, нетипичный контингент для видеоигрового коммунити, но, тем не менее, она очень известная в кругах, особенно Elder Scrolls'а, потому что это буквально то, что она делает, она практически каждый день выкладывает свои летсплеи из Карима, и это просто очень мило, да, все находят это очень милым, потому что вот видеоигры объединяют поколения, да, это гейминг для всех, ну, вы знаете, это вот мило, да, это просто приятно на это смотреть. И, как оказывается, фан-база у нее настолько классная, что они даже сделали целую петицию для того, чтобы увековечить скайримовскую бабулю в следующем Elder Scrolls'е, потому что по ее собственному заявлению, к тому моменту, как игра предположительно выйдет, ей будет где-то в районе 88, уже прям приближается к 90, то есть она вполне себе может до этого момента просто тупо не дожить. Поэтому, да, это, конечно, было бы очень классным жестом. И мистер Бетеста ответил и такой говорит, говно вопрос, пацаны, давайте, давайте, с Каримовской бабуля, приходи к нам на студию, мы тебя оцифруем. И вот, пожалуйста, можете наблюдать в этом самом видео доказательства. Просто обратите внимание на эту текстуризацию, буквально каждая морщина там видна, каждый прыщик, что-нибудь такое. Это, причем, уже полноценная текстуризация, то есть мы тут даже светотень видим, это примерно то, как, видимо, графон как раз-таки в Elder Scrolls'е 6 и будет выглядеть. Ну, ладно, я думаю, что все-таки через еще какие-то итерации он пройдет, у него для этого достаточно времени. Но, тем не менее, примерную идею того, как это вполне себе может выглядеть, мы уже получаем с помощью этого видео. Да, вы не просто так кликнули на мой видос, на мою новость, я действительно вас не наебал. Насколько конкретно эта итерация близка к тому, что мы увидим в итоге, пока что неизвестно, но уже выглядит хорошо, а дальше, соответственно, может быть только лучшее. Потому что ведь никогда такого не было, что чем дольше ты ждешь, тем хуже потом оказывается, правильно? А теперь обсудим вопросы того, что на этой презентации не показали, хотя могли бы, потому что это, на самом деле, довольно интересный момент. Ну, вот, во-первых, вопрос движка. Creation Engine это такое страшное слово, на самом деле, которым пугают детишек перед сном, которые хотят в шестой Elder Scrolls поиграть, а потом приходит злой Скорим и своим Creation Engine, короче, светит им в лицо. Суть в том, что он старый. Он очень старый. Он был в ходу еще, по-моему, до Моровинда, буквально. То есть ему больше 10 лет, ему больше 15, ему очень, сука, много лет. Так, заходит настолько далеко эта ситуация, что даже сами исполнительные директора Bethesda просят Тодда, ну, давай мы уже вложимся и, наконец-то, перейдем на что-нибудь получше, сука. Наш бедный Creation Engine, который мы очень сильно любим, он просто уже не справляется, с него сыпется песок практически, буквально. Мы вот запускаем его на наших компах, и из компов песок сыпется, сука, через систему охлаждения. И он просто тонет в костылях, он тонет в бесконечных сотнях тысяч костылей, которые мы на него за это время повесили, потому что ты просто не хочешь отказываться от того, что наши разрабы уже привыкли работать с инструментами, которые он предлагает. Не хочешь переходить на что-нибудь получше, но, пожалуйста, блядь, мы уже не можем, мы не можем с этим работать больше. Да, именно благодаря Creation Engine, например, в каком-нибудь там Fallout 76, несмотря на все его новые технологии дисперсии света и прочую срань, можно найти баги, которые были еще в Моровинде. Да, это такая ситуация. Тод, конечно, отнекивается периодически, когда его об этом деле спрашивают, и говорит что-то в духе, но, камон, пацаны, вы не знаете, что такое движок. Движок-то не какая-то там одна штука, единичная программа, которая делает все эти волшебные вещи, это целый пакет штук, да, то есть там пакет технологии, там, рендера света или еще что-нибудь такое. Короче, очень много всяких умных слов, но по факту, если ты вчитываешься в то, что он говорит, он просто утверждает, что да, ну мы типа оставляем, мы оставляем одно и то же ядро, но у него есть разные итерации, да, мы делаем итерации. Вот тут у нас новая технология, а тут новая, тут еще один костыль, а тут еще один костыль, и тут еще 10 костылей, но ядро остается одним и тем же, потому что мы привыкли работать с инструментами, которые нам Creation Engine дает, например, вот инструмент редактуры открытого мира, потому что это позволяет нам очень быстро и систематически с работой справляться, и мы просто не хотим вкладываться ни во что другое, потому что это дорого-долго и замедляет процесс, камон, пацаны, творите. Само по себе явление итерации движков это не что-то новое, это уже давно было в ходу и останется на веки вечные, я имею ввиду, ну сколько Unreal'ов у нас уже было, но у Unreal'а хотя бы ядро стабильное, а у Creation Engine ядро нестабильное. И когда вы покупаете новый Skyrim, вам, конечно, весело, но вы понимаете, что пока не придет добрый модер и не исправит все ошибки Bethesda, хоть как-нибудь, все вокруг вот этого ядра будет нахрен разваливаться. Что они сделают в итоге? Оставят все как есть? Сделают еще одну итерацию с костылями или может быть вообще одолжат движок какой-нибудь сторонний? Пока что неизвестно. Второй вопрос это анимация, и я использую эту возможность для того, чтобы порекомендовать вам конкретное видео, не канал, потому что канал уже по факту мертвый, но видео одно интересное. Вот этот вот товарищ Will Loves Video Games, я надеюсь, я правильно произнес, если нет, то вы сейчас видите это на своих экранах, он сделал 6-часовой аналитический разбор Oblivion, буквально 6-часовой, вот, пожалуйста, посмотрите. Это одна из самых интересных и действительно годных работ, вот именно в плане аналитики видеоигр, которые я, в принципе, в своей жизни видел, и я настоятельно рекомендую вам это видео посмотреть. Буквально, если вот вы этим воскресным днем не знаете на что потратить свой вечер, вам скучно, там все друзья куда-то свалили, и вы просто будете сидеть и тухнуть, и делать нечего, пожалуйста, вот я настаиваю, на самом деле вы не пожалеете о потраченном времени, просто там купите чипсов, покорн или еще чего-нибудь, попить, просто берите на флешку этот видос, качайте, вставляйте в телек или прямо с экрана, смотрите, как вам удобно, и смотрите от начала до конца, он долгий, но он того стоит. Я, на самом деле, этот видос пересматриваю периодически, там, каждые полгода, наверное, и каждый раз, как первый раз, и просто, сука, интересно, это очень хорошее аналитическое видео, просто делайте. Так вот, в этом видео Will Loves Video Games поясняет про вопрос анимации в The Ogre Scrolls, как там что работало со времен Моровинда и вплоть до наших дней, то есть во всех трехмерных итерациях игры. Довольно очевидно, что и в Моровинде, и в Обливии, не про такое понятие, как Motion Capture, в принципе, никто не слышал и не особо-то и хотел слышать, потому что, ну, как это выглядит, можете сами посмотреть. Игру, конечно, очень сильно спасает тот факт, что она, по большей части, происходит от первого лица, и для того, чтобы играть в нее от третьего лица, вам нужно насильно долбить себя в задницу, потому что она выглядит просто не очень хорошо. Посмотрите на эти анимации, ну, это откровенно отвратительно, по тем меркам еще более-менее, и это, к тому же, еще могло работать, потому что, в принципе, стиль игры, того, как вот она нарисована, он был более мультяшный, это выглядело, ну, конечно, я вообще не хочу говорить слово фотореалистично, это выглядело настолько, насколько время позволяло, и, в принципе, это очень сильно облегчало задачу. Но, начиная со Скайрима, вот эта вот самая мультяшность начала потихоньку понижаться, и, соответственно, вопрос реалистичных анимаций стал актуален как никогда. Потому что ирония-то в чем? Когда у вас графон становится более реалистичным, вы начинаете делать более реалистичные модельки, более хорошо выглядящие, то анимация обязана за всем этим делом поспевать, потому что, если этого не будет, то тогда будет очень большой разнобой в качестве, это будет моментально выбивать игрока из-за мершина, получается, некоторая даже зловещая долина, когда вот эти вот реалистичные модельки двигаются, как будто они в мультике, но это просто выглядит не очень хорошо. И, в принципе, момент для начала использования Motion Capture сейчас просто идеальный. Даже сам Тодд в прошлом году, в принципе, говорил, что компания сосредотачивается на том, чтобы использовать новые технологии анимации, начиная со Starfield'а, а в шестом Elder Scrolls'е вообще будет прям отлично. Интересно, вот тут бабуля Скайримовская будет сама, если они все-таки возьмут Motion Capture, она сама будет отыгрывать свой персонаж и какие-то уникальные анимации для нее сделают, или, может быть, кто-то другой ее анимирует. Потому что, понятное дело, что, ну, скорее всего, у нее не будет уникальных анимаций, скорее всего, она будет просто одним из рядовых NPC, а сами понимаете, что у рядовых NPC уникальных анимаций не будет, потому что, ну, их сотни, их буквально тысячи для всех не найдешь. Такого количества актеров и такого количества денег, чтобы все вам заплатить. Но, на самом деле, было бы очень классно, если бы конкретно у нее были уникальные анимации, которые она сама бы могла и отыграть, это было бы очень мило с их стороны, да. Ну, и, конечно, вопрос остается, как будет их технология выглядеть в сравнении с их конкурентами, это нам может только время показать. На панели Паксиста тот подтвердил, что на E3 2019 ни про ТС-6, ни про Starfield говорить не будут. Про первое понятно, потому что, опять же, до того, как мы получим какую-то конкретику по этому делу, еще как минимум пройдет года два, возможно, все три. А вот про Starfield, ну, вообще, да, казалось бы, казалось бы, время-то подходящее, потому что новое поколение консолей уже совсем скоро должно к нам прийти, как праздник прямо-таки. И какую-то информацию было бы неплохо получить. Но, ладно, я имею в виду, если они решили взять побольше времени для того, чтобы сделать игры лучше, я только за. Потому что Fallout 76, вот, решил не брать время для того, чтобы сделать все получше, как минимум год или полтора, и посмотреть, что из этого вышло. Ну, много контента из этого вышло, который просмотры собирают, это, это, да. Эй, тебе понравилось слушать, как я говорю, про видеоигровые или околовидеоигровые темы в течение энного количества времени? В таком случае, может быть, ты захочешь подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия. Ты также можешь оставить лайк или дизлайк этому видео, ты можешь оставить несколько комментариев этому видео, ты можешь зарепостить его в Твиттер и подписаться на меня в Твиттере, что очень важно, потому что я люблю и активничаю в Твиттере. И спасибо тебе, что ты уделяешь мне время, мой дорогой ублюдок, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok